здравствуйте вы на канале урал спецтран здравствуйте константин добрый день всем и сегодня наш видео обзор в агрегате сварочном нет а ремонт на сварочном агрегате на шасси камаз арс сокращенно арс предназначен для работы полевых условиях ну да где-то что-то приварить надо где-то что-то отвалилось выехали приварили то есть он там всеми инструментами всем оборудованием оснащен ну может не всем а основным то есть основной основное оборудование для этой машины это генератор собственно ну двигатель внутреннего сгорания генератор пойдем посмотрим то есть у арс манипулятор им 95 4 тонны под собой но реально он 4 тонны вот здесь вот может быть приподнимет то есть не рассчитывайте что он 4 тонны вам загрузит куда-то вот более-менее реальная грузоподъемность вот отсюда начинается от 3 метров то есть 2830 и до 950 килограмм на полном вылете здесь уже лишь какой счетчик моточасов цивильный стоит электрон вот это я так подозревая баллоны под право то то есть ниши под баллоны под пропановый под кислородное вот мы конечно можем они там есть надеюсь не вывалятся должны быть конечно вот он лишь пропановый баллон то есть пропановый кислородный пропановый кинуто есть как уже заказали комплектацию вот так здесь что у нас большую версию а здесь вот лишь кислородный у нас баллончик то есть два пропановых и 4 кислородных баллона этого это это как бы это газорезательное оборудование кислородом режут а пропан как вспомогательный газ для розжига для разогрева а для сварки надо внутрь залезть да значит саренку красивые да это алюминиевый квинитет называется красивый такой вот видишь с той стороны ниши баллоны как изнутри обшили так чё мы имеем здесь чтобы вот какая-то сварка или еще что-то не и не возникло никакого возгорания да не варят они внутри варят снаружи ну во-первых не царапается почти вечная этих когда все плохо станет можно в конце концов на металловом за алюминий цвет мет значит ну вот основной да то есть генератор это ады 100 называется то есть дизельный генератор на 100 киловатт он выдает собственно сам двигатель получается у вас значит шестицилиндровый рядный двигатель ну не знаю что производства скорее всего я так подозреваю все всеми нами любимый горячо любимый китай да и сам генератор но ты знаешь наверно шильдики с той стороны мы с тобой туда не залезем уже то есть приехали куда-то завели собственно генератор включили нужно работать то есть тут хватит на несколько сварочных аппаратов либо там на снабжение светом маленькой деревеньки ну то есть как бы ну вариантов использования то много может быть не 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 только освещать может пока солярка не кончится конечно вот смотри видишь у него внизу бак вот я даже не знаю сколько тут литров вот вот заливная горловина тут литров 500 наверное вот 500 литров бак вот получается всасывающая магистраль идет похоже да через фильтр пошла это обратка идет с насоса высокого давления вот он тнвд стоит это идет обратка ну то что топливо не поступило перетечки стекает обратного собственно пока есть солярка мотор работает электричество дает да и крису дает слушай сам генератор такой ну он где-то 1600 наверно стоит сейчас 500 600 адс то ну вот у нас да как раз идет приемка испытания сейчас будет да по генератору ну генератор может быть разных комплектаций то есть тут двигатель может быть любой тут и наш отечественный может быть мз собственно вот эти две то есть двигатель и собственно сам генератор это по желанию заказчика но изготовитель может быть любой как и китайский так и именитый какой-нибудь европейский да вот стоит печка тоже автономная то есть для чего она нужна поскольку это все-таки у нас дизельный генератор тоже чтобы здесь было тепло чтобы облегчить его пуск в зимний период желательно здесь поддерживает температуру ну выше нуля градусов вот здесь вот с той стороны потом пока что то люк вентиляционный то есть когда он работает его надо открыть опять же чтобы он не перегрелся в замкнутом пространстве когда уже он вышел на режим значит вот щиток электроуправления здесь автоматы у нас вот видишь и отсюда уже можно пошло по розеткам где-то но они с той стороны наверное где-то выводы должны быть красный ящик красный ящик это печка я кстати и ни разу не смотрел это печка похоже для прокалки электродов значит ну да вот видишь то есть электроды ложатся укладываются и прогревается когда электроды сырые то ну скажем так и труднее поджиг осуществить и труднее качественный шов сделать поэтому электроды должны быть сухие потому что там электрод он имеет сердечник стороны вокруг он имеет флюс у этого флюса сопротивление в зависимости от влажности меняется она для качественной сварки должно иметь определенный параметр то есть вот это у нас печка получается для прокалки электродов для удаления влаги а вот это что такое то что тут тоже такое похоже это знаешь как наверно вот раз два три четыре пять получается то есть на 5 на 5 сварщиков рассчитана то есть они электроды эта печка основная для значит слушай я сейчас разберу машину потом мы не соберем но мне честно любопытно то есть я предполагаю скорее всего это тоже печки для прокалки электродов или не для прокалки просто для разогрева то есть в основной печки то есть индивидуально уже это скажем так если это общее то это уже индивидуально так давай проверим ну да вот видишь судя потому что здесь есть провод с вилкой и внутри то есть это тоже для скажем так прогрева электродов 220 вольт 50 герц 02 киловатта ну то есть 200 ватт получается чтоб они сухие были то есть тут просто тепло здесь основную влагу убрали из электродов ну то есть если они где-то долго хранились влажный потом их сюда загрузили и уже пошли на место варить и по месту включили уже чтобы электроды влагу из атмосферы не впытывали то есть они прогреваются единственно вот это крепление конечно с барашками и чтобы закрутить обратно сколько энергии надо хотя я как сказать не с похмелья руки у меня не дрожат но тем не менее с первого раза не попал здесь мы имеем судя всего подставки под сварочные аппараты наверное здесь будут стоять ну вероятнее всего хотя я точно не знаю здесь мы имеем супер ботинки это называется это называется сапоги скороходы ну или все деле гель 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 электрические боты ну то есть по по безопасности сварщик должен быть в ботинках то есть ни в коем случае земля не должна быть потому что в чем особенность я тоже как бы иногда варю у меня есть сварочный аппарат такой хороший мне директор на день рождения подарил не на полном серьезе итальянский он чем хорош он даже когда варишь он прилипает вот он ну и сам автоматически перекрывает подачу электричества и ну электрод можно то есть ничего не перегреется ничего не сгорит автоматика срабатывает и подарили мне маску такую что тоже то есть она когда смотришь все видно а начинаешь варить только но искорка загорается она сразу авто затемнение идет супер просто до этого у меня был сварочный аппарат наш советский то есть там сложнее было конечно там и дугу держать было сложнее чуть прилипнет он все он его надо бегом оторвать иначе электрод перегреется аппарат перегреется тут классно я то да я все в чуток а ну вас в основном да день в доме в гараже чуть постоянно чего-нибудь варю не но выходные надо чем-то заниматься выходные в ваш ну ну и рыбалка и летние зимние это когда рыбалка надоест так хочет чуть приварить понимаешь беру берешь сваристик идешь варишь да потом ночами не списанной смотри чем мы тут тут имеем вот как выглядит собственно газорезательное оборудование но и тут как бы это я тебе чисто показывает то есть это вот горелка пропаново-кислородная 2 краника да то есть я ни разу я не пользовался сам но насколько теорию помню то есть идет сначала но поджиг само пламя с использованием пропана когда металл уже разогрели пропан полностью перекрывается и идет резко чисто кислородом то есть кислород как окислитель а металл просто сгорает выгорает и получается ну таким образом резко осуществляется может быть я ошибаюсь но тут переходники разные в эти горелки разные ну чё еще это вот вилка на 380 вольт вот такая мощная вообще значит получается у нас кстати а для чего четвертая фаза три фазы три фазы земля и 0 наверно наверно так это для нет для внешнего подвода электричества опять же вот либо для внешнего подвода либо если мы хотим от этого генератора запитать какую-то деревеньку провод к деревеньке кидаешь так это у нас видимо как он называется то редукционный клапан на понижение давления и тут у нас все еще есть тут у нас тут у нас тут у нас но тут еще одна ручка получается а это еще одна горелка вот он ой сварочных аппаратов я здесь не вижу возможно они стоят вот здесь мы сейчас с тобой обойдем посмотрим то есть я не знаю просто не туда но вот нам подсказывает покажи и фасолом заливаем китайский двигатель китайский же до движок чем заливает аляска это антифриз да у нас получается ладно так ну чё те боты понравились а это специально чтобы не убежать далеко а так мы для чего вот это не рассказали значит чем опасно значит работа со сварочным аппаратом то есть там напряжение и невысокая сила только высокая и сварщик когда варит и собственно ну скажем так где-то у него или рукавички мокрые или просто руками задел то есть ток проходит через него он не ощущается так скажем как напряжение 220 вольт в розетке наверно многих било током 220 там если попал тебя шандарах нет так шандарах нет у сварочного аппарата сама значит напряжение низкая и поэтому ощущение не такой то есть пощипывает вот и при длительном воздействии можно просто собственно свариться заживо но это это шланги вот кстати шланги почему-то навалом видимо предполагается самостоятельно подсоединить это это провода сварочные но вообще честно скажу что-то они тонковаты сварочные для профессионального как бы этого то есть для домашнего использования нормально здесь мне кажется да двойное стекло да двойное стекление ну то есть и теплее скажем так в первую очередь теплее герметичные люк у нас есть да ну наверное все давай глянем в нишу где должен быть сварочные где должны быть сварочные аппараты мы видим может быть клиент их самостоятельно установит да здесь должны быть сварочные аппараты кстати я ключ там видел ну вот одну один нам только открыли ключ там лежит то есть вот замочек видишь какой просто четырехгранник открытие закрытие я по идее сюда надо было что-то поставить такое чтоб она где-то на стоянке не стырили может быть замками лучше сварочники дорогие каждый сварочник стоит тысяч тридцать 40 вот смотри раз два три четыре нет тут четыре розетки вот и смотри то есть такие сварочники они на 380 профессионально это уже ну то есть вот внутри разводка и место для их установки но очевидно здесь клиенту поскольку он заказал самостоятельную установку свои сварочники выставить надо будет придумать что-то еще какое-то крепление их к полу прикручивать чтобы они не отвалились просто ну там и на 220 есть розетки ну там для освещения для кого-то вспомогательного оборота какую-то шлифмашинку болгарку подсоединить там дрель может быть вот кстати вот изнутри а подожди изнутри а зачем вот эта штука тогда вот это вот это сюда понятно то есть это фиксация я так понимаю дверца а вот это что такое а все здесь еще катушки с кабелем должны быть мы максимальную комплектацию зайдешь что тут шток здесь вешается катушка сразу с кабелями то есть чтоб удобно чтобы ну не бухта это все было аккуратно сложено растянула это видимо фиксация катушки вот то есть барашек фиксация катушки он остался то есть это не полная комплектация конечно интересно было бы посмотреть машину в максимальной комплектации но это комплектация не пол вот вот такие машинки мы делаем ящик zip очевидно с той стороны с этой два ящика стоят они этот не проходной достаточно такой хороший большой за чем мы везде таки не стоят на вахтовках маленький кита ставим раза в два наверно меньше да да это люк который нужно открывать когда дизель генератор завели уже ну то есть в летний период наверное его полностью придется открывать зимой его там чуть-чуть вот кстати тут вот видишь как сделано с одной стороны запаска с другой стороны гидробак для манипулятора это термометра это не термометр а да это слушать термометр это термо это уровнемер совмещенный с термометром кстати чуть не обращал раньше внимание да то есть это вот он одновременно уровень масла показывает да и температуру масла то есть вообще да для чего это сделано рабочая температура масла манипулятора 60 70 градусов то есть ниже желательно его не эксплуатирует поэтому рекомендуется перед тем как манипулятор запустить масло значит по кругу погонять чтоб она разогрелась это воздухозаборника здесь фильтр воздушный это для самого камаза для двигателя фаркоп камазовский эти модель не очень удачная орландии да вот она орландии то есть по партии фаркопов сейчас камаз ведет отзывную кампанию до меняет меняет фаркопы как у суши как у крупных крупных производителей легковых постоянно же в новостях да то toyota отзывная компания volkswagen отзывная я думаю это больше рекламный ход наверное напомнить о себе дальше мы мы такие вот заботимся отзывные компании ведем здесь вот согласитесь здесь вот просится трап нормальный трап ну конечно задрыга сюда сюда бегать часто придется конечно трап лучше даже лучше даже знаешь лучше даже вот такую же еще одну сделать вот сюда кронштейн пусть вот этот как бы он не знаю первый раз его выдвинет чтобы залезть а потом уже бегать нормальный полноценный трап и желательно чтоб он до земли достал ну да ну да кто у нас вот так а то работа нет я предложил но я не могу это конструктора мне говорят что почему он не ты когда ты должен все конструктором вот и вообще все замечания должен писать а уже то там там да на первой шум не отписываются согласован а ты все равно пиши но мы так и продолжаем у нас пока не доходит руководство уже так когда но не шоркнут пишите пишите в руководство конечно надо делать вот эта лесенка по большому счету она дороже вот этой лесенке раза в два так ведь ну и и сделать то надо под нее нишу сделать вот эту вот всю фигню телескопическую надо сделать закрывашку вот эту сделать понимаешь а это дешевле раза в два и она функционально если еще донизу сделать да поддерживайте что эта лестница удобнее да это это эти сережки для красоты а он суши сейчас мальчишки тоже сережки это неправильно мальчишки знаю как как какой канал не включишь с музыкальной так они все с сережками только непонятно даже не музыкальный канал тяжелая техника но тогда пусть это у нас вот тогда у нас у нас надежная техника для тяжелых условий а это тогда у нас не сережки это у нас буксировочные петли все пойдем отсюда в чай пить так и